Всем привет, друзья! Меня зовут Лера Каменская и сегодня я хочу вас познакомить с очень интересной новинкой. Это вот такая вот помада от Bourjois, которая называется Rouge Edition Soufflé de Velvet. Помада представлена в 8 оттенках. Классическая упаковка от Bourjois. У них уже была линейка с лаковыми помадами в такой упаковке и также с вельветовыми, такими бархатными, может матовые даже они вроде называются. Я их не пробовала, но я знаю, что они просто легендарные на ютюбе, что каждый блогер очень любит эти помады. Я обязательно их тоже должна попробовать, но пока до них как-то руки еще не дошли. Поэтому давайте сегодня поговорим с вами об этой новинке. Сейчас я вам расскажу, что я думаю об этой помаде, а потом в конце видео вас ждет swatch видео. И тоже маленький такой секретик по поводу этих помад вам расскажу. Очень удобный футляр, которым легко пользоваться, из которого ничего не вытекает, который симпатично смотрится в руке. Толпачок соответствует каждому оттенку. Запах какой-то вот такой, знаете, помадный, и мне почему-то он немножко отдает персикам. Персики я люблю, поэтому запахом я в принципе довольна. Хотя я, честно говоря, не люблю отдушки и помад. Мне лучше пускай продукт ничем не пахнет, чем имеет какой-то запах. Но в целом здесь абсолютно нормальный такой запах, который... Вот я сейчас, кстати, у меня на губах эта помада, которая в течение носки абсолютно вообще не ощущается. Ни вкуса, ни запаха, никаких дискомфортных ощущений в принципе у меня нет. Самое интересное это текстура этой помады. Как я уже сказала, помада называется суфле де вельвет. Она по-настоящему суфле. Она густая, она очень... Вот знаете, в эксуфле она такая нежная, соответственно, и сама помада очень нежная в плане своих оттенков. Если посмотреть на упаковки, они кажутся такие в эрви глаз, очень яркие, очень насыщенные. Но на губах они смотрятся очень легкими. Текстура буквально полупрозрачная. Да, я буду показывать вам свотчи на руке, может показаться, что финиш даже глянцевый. Но глянцем там и не пахнет, буквально в течение двух минут вот этот вот блеск как бы впитывается в губы. И на губах остается очень приятный нежный тинт. Также если вот свотчить помаду, то свотч может показаться очень ярким, очень таким прям агрессивным. Но на губах как-то очень аккуратно смотрится эта помада, очень нежно. Те, кто хотят попробовать яркие оттенки, но еще их боятся, вот это идеально подойдет для вас. Она как-то разглаживает губы, она их питает. Вот у меня были очень сухие губы, я сейчас их накрасила. И я смотрю на себя в зеркальце и понимаю, что губы в отличном состоянии. Она прям ровненько так ложится на губы. Вот я смотрю, у меня вообще никаких претензий нет. Чтобы получить более насыщенный оттенок, я использую, конечно, с карандашом. Карандаш выбираю либо в цвет, либо приблизительно. Она как-то так вот, знаете, подстраивается что ли под карандаш и смотрится более плотно. В линейке есть более вот такой вот нежный оттенок и есть прям вот такие вот темные оттенки. Но что это, что то смотрится на губах очень гармонично. Просто если будете выбирать себе эту помаду, подберите под тон. Посмотрите, что вам больше подходит, теплые, либо же холодные оттенки. Все оттенки очень прикольные. Мне не все очень нравятся. Они не все отлично подходят, потому что нету этого, знаете, плотного пигмента, который контрастно так бросается в глаза. Очень нежно, полупрозрачно. Ну и, соответственно, конечно, мой любимый, я не могу сказать, что прям матовый финиш. Но он абсолютно не дает никакого блеска, никакого глянца. Я не могу сказать, что она сатиновая. В принципе, более он, конечно же, наближен к матовому. Единственный минус этой помады, я бы сказала, что это все-таки стойкость. Потому что стойкости ей не хватает. Приблизительно час-два, если не кушать. Я когда тестирую помаду, я прям очень внимательно себя веду. Я присматриваюсь, я там воды попила, зеркальце взяла. Потому что я знаю, что мне еще перед вами нужно отчитаться за помаду. Я очень сильно слежу за этим. После еды остается пигмент, но он очень ровный, очень аккуратно сходит. Вот до сих пор на руке, я смотрю, она еще такая глянцевая, но на губах она хорошенько высыхает. Никакую там полоску белую ничего не скатывается. Единственное, что за счет густой текстуры может показаться, что ее тяжело наносить. Но если сильно не нажимать на кисточку, на сам аппликатор, то она вообще очень хорошо наносится. Получается, если вы нажимаете на аппликатор, то как бы помада выходит с под аппликатора и остаются такие более интенсивные полосы. Если нежно наносить, то супер. Также я эту помаду наношу на щетки. Она очень хорошо тушуется, в связи с тем, что легкая текстура не оставляет пятен. Наношу пальцем точно так же на губы, когда я не хочу вообще никакого практически оттенка. В общем, можете наблюдать, конечно, на мне сейчас, как это все выглядит. Я вам покажу оттенки. И, конечно же, идите в магазины и смотрите сами. Она вот буквально сейчас начинает появляться везде. Я, кстати, хочу вам оставить ссылку. Цена в магазинах будет приблизительно где-то 300 гривен, как и все вот эти помады Буржуа. А по ссылке внизу, которую я вам оставлю, ее можно будет купить за 200 гривен. Такой вот бонус. Давайте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок